Ничья в Черкизово с одним из грандов отечественного футбола – результат хороший, но только не в этот раз. Самарские крылья советов потеряли очки в поединке с московским локомотивом. Дождливая погода, гостевые трибуны и грозный соперник не напугали Волжан. Напротив, дружина Игоря Осенькина доминировала на поле всю игру. В первом тайме самарцы вели разведку боем у чужих ворот. Евгеньев откликался на подачи партнеров с угловых, а Гарре искал способы, чтобы доставлять мячи в штрафную столичной команды. Получалось, но с переменным успехом. Сердце самарских фанатов дрогнуло, когда Иван Ломаев в уже излюбленном стиле далеко вышел из ворот и едва не отдал мяч сопернику. В итоге обошлось, Сарвели, который еще в прошлом сезоне выступал, закрыли, а к такому щедрому подарку судьбы был просто не готов. Болельщики выдохнули, а арбитр отправил команды на перерыв. На 60-й минуте тот же Сарвели наступил на ногу Костанцев штрафной. Павел Кукуян без раздумий указал на точку, Гарре пробил по центру. Лантратов завалился в угол, но размаха его длинной руки хватило, чтобы не дать мячу заскочить в сетку. Счет не изменился. Еще через несколько минут забился Арвели, но перед этим Баринов сыграл рукой. Взятие ворот не засчитали арбитры. Уже под занавес поединка забил рассказов. Николай, вышедший на поле во втором тайме, откликнулся на точную передачу Гарре и элегантно перекинул Лантратова. 0-1. Радоваться пришлось недолго. Локомотив бросился отыгрываться, не оглядываясь назад. Константин Марадишвили нанес единственный удар в створ ворот Ломаева. Иван не выручил. Свисток Кукуяна зафиксировал ничью. 1-1. Крылья продлили беспроигрышную серию в РПЛ до четырех побед, но очков не досчитались. Осенькин остался доволен действиями своих футболистов. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча. Только, ребят, поблагодарить за качество игры. Ну и посожалеть, что мы упустили свои очки. Автор единственного гола в составе Крыльев отметил, что команде нужно работать над реализацией моментов. К сожалению, это футбол. Будем стараться, наверное, работать над собой. И надеяться, что будет много моментов впереди и будет другой счет. Следующий матч дружина Игоря Осенькина проведет в Казани против Рубина Рашида Рахимова. Игра пятого тура чемпионата России пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.30. Анатолий Головко. События.